Привет! 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 Изучали в прошлый раз, начали тему, когда перейдете за Иордан. И мы обозначили, что Иордан, когда, помните, Израиль находился в рабстве, пришел Моисей и сказал, что пойдемте, сказал фараону, let my people go, отпусти мой народ. И когда фараон сопротивлялся, здесь казни, потом они прошли через Красное море, вышли в пустыню. И они должны были быстренько пройти пустыню. И они дошли до Иордана посылать соглядатаев, шпионов, посмотреть. 12 человек пошло, и двое из них мы знаем имена очень хорошо. Их звали Иисус Навин и Халев, Иешуа и Халев. И вот эти возвращаются парни и говорят, мы возьмем эту землю. Но 10 парней сказали, не мы не возьмем эту землю, распространяли худую молву. И народ заплакал, решил убить Моисея. Господь разгневался и сказал, вы не войдете в землю. Ваши дети войдут, вы не войдете. И всех отправил в пустыню на 40 лет. 40 лет ходил Израиль по пустыне. 40 лет ходил Израиль по пустыне. 40 лет Израиль искал свой выход и не нашел. Они умерли в пустыне. После 40 лет новое поколение. Рабы остались в пустыне. Вы знаете, все, кто были рабами в Египте, раб. Если ты раб в сознании, ты не можешь войти в землю обетований. И все, кто не были рабами, рожденные на свободе уже, они вошли в землю обетованную. Никто из них, никто из-за рабов не вошел. Если Египет, они вышли из Египта, Египет не вышел из них. Они оставили Египет, но они как бы покинули Египет, но унесли с собой кусочек Египта. Выйдя из Египта, Египет должен выйти из тебя. Разреши, отпусти, освободись от Египта. И вот они подошли. И тогда они стоят. И в Писании написано, второзаконие, 28 глава, 1 стих. Я читаю с оригинала. В вашей Библии этих слов, такой фразы нету. В сентальной Библии. Но там стоит так. Петер 28, 1. Если ты, когда перейдете за Иордан, вот здесь очень стоит, когда перейдете за Иордан, когда перейдете после перехода, будешь слушать глаза Господа, будешь слушать глаза Господа, Бога твоего, и тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуются сегодня, то Господь, Бог, поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа, Бога твоего. И дальше пошло. Благословен ты. Послушайте. Дальше начинается перечисление всех благословений. Если будешь слушать глаза Господа. Все придут, благословен ты в городе, благословен на поле, 3 стих, 4. Благословен плод шрева твоего, плод земли твоей, плод скота твоего, плод твоих валов, плод овец твоих, благословен житницы и кладовые твои, благословен, 6 стих, при входе ты и при выходе твоем, благословен, паразит, 7 стих, перед тобой Господь всех врагов твоих, восстающих на тебя, одним путем выступят на тебя, семью путями побегут от тебя, И пошлет на тебя Господь благословение в житнице твоих, и во всяком деле рук твоих. Аллилуйя. Восьмой стих. Во всяком деле рук твоих. И благословит тебя на земле, которую Господь Бог дает тебе. И поставит тебя Господь народом святым. Потрясающе. Как клялся. Послушайте, дорогие мои. Я сейчас к вам обращаюсь. Смотрите, он делает все благословения, откроет житницы, откроет окна, детей благословит. Потом увидит все народы земли, что ты нарицаешься имя Господа и убоятся. И даст тебе Господь изобилие. Вот смотрите, одиннадцатый стих. И даст тебе Господь изобилие во всех благах. Одиннадцатый стих, двадцать восемь глава. И в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую он клялся. Он издаст изобилие во всех благах. И двадцатый стих. Я открою тебе добрую сокровищницу свою. Господь откроет добрую сокровищницу свою неба, чтобы давала дождь земле твоей во время своей, чтобы благословлять все дела рук. Когда идет дождь, это благословение дел рук твоих. И будешь давать взаймы и многим народам. А сам не будешь брать. Потрясающий поток благословений. Если. Всегда стоит вот это если. Все хорошо, но есть условия. Если. Если. Две вещи. Будешь слушать. Слушать это внимать, это принимать. Это. Слушать это открыть свои уши. Слушать это впитывать. Вы знаете, сейчас бывает иногда. Я работаю за компьютером. И что-то там смотрю туда. И подходит жена, что-то говорит. Говорит. Я слышу, что она говорит. Я слышу, что она говорит. Но я не слышу, что она говорит. Я слышу, что она стоит рядом. Я чувствую, что она что-то говорит. Она что-то мне пытается сказать. Я да-да-да. Да-да-да. И я не вижу. Я не понимаю, что она говорит. Она говорит, ну да или нет. Я говорю, что? Она говорит, я тебе пять минут объясняю. Я стою. Вот знаете, иногда в таком состоянии. Я наблюдаю за детьми. Говоришь им, говоришь, говоришь. А он, что? И, сынок, ты наклони ухо твое. Сделай внимательным. Многие люди хотят услышать. Но они не слышат. Они слышат, но не услышат. Одно дело быть рядом. Но другое принимать к себе. Звук идет, но ты его не воспринимаешь. Ты его не воспринимаешь. Ты не понимаешь. У тебя приемник не включен. Радиоволны идут, а приемник не включен. Если будешь слушать глаза Господу Бога твоего. Это первое. Нужно слушать и услышать. Я слушаю. Бывает такое, ты слушаешь проповедь и понять не можешь, о чем праведник проповедует. Потому что у тебя звук доходит, и падают слова. Ты доходишь до сюда. И они как бы собираются в горку. Такие слова у тебя уже набрались. Ты вроде на собрании сидишь. Ты вроде смотришь на сцену. Но ты не можешь вообще врубиться. О чем идет речь? О чем он говорит? Что он хотел сказать? И вот находясь в этом состоянии, у тебя очень-очень-очень возникает серьезный вопрос. Почему я не понимаю, о чем он говорит? Я обращаюсь к вам, драгоценные мои. Каждому человеку с той стороны экрана. Сейчас я говорю слова. Одно дело слушать, другое дело услышать. Если ты будешь слушать, и как обнаружиться? И исполнять. Вы знаете, я посмотрел слово исполнять. Значит делать, производить, приготовить, совершать, исполнять, заниматься, работать. Слово исполнять, это не просто выполнять. А это оригинальное слово стоит делать или работать. Если бы переводилось буквально, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего и тщательно делать. А слово тщательно, знаете, слово тщательно, некоторые переводят как старательно. Старательно. А в оригинале написано хранить, охранять. Сохранять, сторожить. Смотрите, как это будет звучать. Если ты слушаешь глаза Господа Бога твоего и хранишь дело, хранишь работу, хранишь дело неисполнение, охраняешь. Нужно дело, которое вы делаете охранять. Дело Божье, которое мы делаем охранять. Бог говорит. И мне нужно охранять производство, охранять работу, охранять труд, охранять дело. Исполнять, там стоит слово дело, работа. Если будете охранять труд, казалось бы, что за охранение труда, что это такое закон об охране труда. Но в действительности так и есть. Если ты слышишь и дело, которое ты делаешь, хранишь в соответствии с тем, что ты слышишь, тогда ты будешь благословен. Тогда ты будешь благословенным. Я хочу быть благословенным. Я мечтаю, я нуждаюсь, я и есть благословенный. И вопрос благословений заключается в деле. Не все люди понимают. Некоторые христиане, такое у нас поколение христиан пришло, которые, знаете, что делают? Они исповедуют, говорят, во имя Иисуса. Я буду благословенным. Я буду процветающим. У меня будет успех. У меня будет здоровье. Они только исповедующие христиане. Здесь сказано, если ты будешь хранить работу, хранить дело, хранить действие, ваше благословение в том, что вы понимаете, что вам нужно хранить действие, сохранить действие. Если вы сохраните действие, если вы сохраните то, над чем трудились, дорогие мои, вот тогда случается вот именно это. Вы постановитесь благословенными. Люди, если вы, вот послушайте, если вы, слыша голос Божий, оберегаете труд, ваше благословение, посмотрите, там дальше сказано, что он благословит дела рук твоих. Смотрите, 12 стих, 28-12. Он откроет, Господь, откроет тебе, Господь, добрую сокровище свою небом, чтобы оно давало дождь земле твоей, чтобы благословлять, что там благословлять? Все дела рук твоих. Господь дает, послушайте, чтобы благословлять все дела рук твоих. Многие говорят, просто благослови. Зачем? Мне недавно один пишет, говорит, дай мне 2000 долларов. Я говорю, почему? Мне надо. Я говорю, ты кто? Он говорит, я просто хороший человек. Дай мне, благослови меня. Я говорю, ну, я тебе могу дать одежду и еду, если у тебя нет одежды и еды. Писание говорит, был я на крови, одели меня, был голоден, накормили меня. Я говорю, ну, тебе 2000 долларов давать? Он говорит, почему? Я хочу быть благословенным. Дай мне 2000 долларов. Я говорю, слушай, давай устроимся на работу. У нас нет работы. Я говорю, как нет работы? Я только что там был у вас. У вас люди работают. Нет, в стране нет работы. Я говорю, как нет работы? Я видел, самолеты летают, машины ездят, автобусы ездят, троллейбусы ездят, трамвай ездит, в такси ездят, все ездит. Но в стране военное положение нет работы. Я говорю, постой. Ты мне хочешь сказать, что сейчас в стране нет вообще работы? Он говорит, ну, есть, но ее так мало, что ее нет. Я посмотрел на нее, говорю, знаешь, ты из той категории христиан, которые хотят все иметь, при этом не хотят ничего делать. У нас в городе нет работы. Я говорю, переедь в другой город. Я был в Киеве. Переедь туда. О, как я перееду туда? Очень просто. У меня денег нет. Пешком иди. Ломоносов пешком пошел. Если ты хочешь. Я хочу быть благословенным. Дай мне две тысячи долларов, у меня будет жизнь легче. Я говорю, у тебя не будет жизнь легче, у тебя будет жизнь хуже. И он меня наставит, начинает меня ругать. Там, знаешь, ты кто ты? Почему ты мне не дашь две тысячи долларов? Я посмотрел на него. Я говорю, интересный ты человек. Ты ленивец. Он говорит, не обижай меня, ты же пастор. Я говорю, я не пастор. Я доктор. Я констатирую факт, диагноз. Ты ленивец. И ты используешь военное положение. Там у вас война, да? Только с одной целью ничего не делать. Ты используешь только с одной целью ничего не делать. Не стыдно ли тебе благословить дела рук твоих? Посмотрите. Откройте, пожалуйста, тут та же глава, восьмой стих. Пожалуйста, восьмой стих. И пошлет тебе Господь все благословения. Пошлет Господь тебе благословения в жизни своих. И во всяком деле рук твоих благословит тебя на земле. О да. Дорогие мои, я обращаюсь к вам с этой мыслью. Я обращаюсь к каждому из вас. Если у вас нет дела, если вы не инициативны, не мотивированы, не подталкиваете, не подстегиваете тебя. Я понимаю, многие из вас живут в Египте. И вас начальник заставляет. Чем отличается Египет от земля обетованной? Да фактически ничем. Просто в Египте тебя заставлял начальник работать, а здесь ты должен сам себя заставлять работать. В Египте тебя толкали, в Египте тебя били, в Египте тебя наказывали. А здесь тебя никто не бьет, не наказывает. Ты можешь лежать с утра до вечера, а можешь не лежать. Это свобода. Свобода это когда ты сам себя начнешь гонять. Многие не хотят себя толкать. Действия, работа. Я посмотрел на Писание, знаете, что Бог, Бог, Он сам много работает. Бог трудится много. И у Бога работа идет постоянно. Псалом 91. Откройте, пожалуйста. Псалом 91. Псалом 91, 5 стих. И я буду читать. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела, следующий стих, Твои, Господи. Дивно глубокие помышления Твои. Человек несмысленный не знает и невежда не разумеет того. О, как хорошо сказано. Несмысленный не знает и невежда не разумеет. Как велики дела Твои, Господи. Псалом 103. Откройте Псалом 103. Псалом 103, 24 стих. Вы знаете, мое сердце радуется, что мой сын сейчас не спит, а младший сейчас учится, Максим и Джуниор, учатся на компьютере стихи открывать из Библии. И он смотрит, как это все происходит. Он пока проходит практику. И мне это радует, что он хоть делом занялся. Это потрясающе. Как многочисленный. Псалом 103, 24 стих. 103, 24. Как многочисленны дела Твои, Господи. Многочисленны. Скажи со мной, многочисленны. Все создал Ты, Примунер, земля полна произведений Твоих. Потрясающе. У Бога много дел. И вообще таких мест много, я сейчас не буду всех их озвучивать. Давайте посмотрим, что говорит Иисус. Евангелие от Иоанна, это Новый Завет. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Откройте, пожалуйста. О, потрясающе. О, слава, слава, слава. Трудиться, это потрясающе. Трудиться, благословиться может только тот человек, кто реально трудится. Иисус говорит, 34 стих. Евангелие от Иоанна, 4 глава. С 34 стиха я буду читать до 38. Иисус говорит им, пища, моя пища, моя еда. Вы знаете, еда это то, без чего мы не можем обойтись. Иисус говорит, моя пища есть творить, делать волю пославшего меня и совершать дело его. Моя пища, моя пища, говорит Иисус Христос, делать, творить волю пославшего меня и совершать дело его. 35 стих. О, вы говорите, не говорите ли вы, еще 4 месяца, и тогда будет жатва. Потом, сейчас можно расслабиться. Я говорю вам, возведите глаза ваши, очи ваши возведите, посмотрите на Нивы, как они побелели, поспели жатвы. 36 стих. Жнущий получает награду. Я бы сказал так, работающий получает награду и собирает плод жизни еще, так что все ищущие, жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливость и речень, один сей, другой жнет. Я послал вас сжать, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Итак, моя пища творить волю пославшего меня. Творить волю пославшего меня. И совершать дело его. Совершать дело его. Аллилуйя. И дальше Иисус смотрит на нас. Евангелие Таана, 5 глава. Откройте, пожалуйста, 5 глава. Евангелие Таана, 5 глава. Надеюсь, вы меня сейчас хорошо слышите, видите. Евангелие Таана, 5 глава. Из 20 стиха будут. Евангелие Таана, 5, 20. Ибо Отец любит... Так, что-то не то включилось. Мы ждем восстановления. Отец любит сына. Евангелие Таана, 5 глава, 20 стих. Отец любит сына и показывает ему все. Отец любит сына и показывает ему все, что творит сам. И покажет ему дела больше сих. Отец любит сына и показывает ему все, что творит сам. Покажет ему дела больше сих. Так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых, жалеет так и сын, кого хочет. Аллилуйя! Посмотрите, какие потрясающие слова. Когда я смотрю на то, что говорит Иисус, отец, смотрите, отец любит сына и показывает ему все, что творит сам. Все, что творит сам. И сотворит дела еще больше. Вообще, это мое любимое местописание, где Иисус делает заявление, заявление следующего рода. Он говорит, что сын ничего не может творить сам от себя. Если стихом выше возьмете, 19 стих. Иисус говорит 19 стих. Истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя. Сын ничего не может сделать, если не увидит отца делающего. Ибо что творит отец, то и сын творит так же. Ибо отец любит сына, 20 стих, и показывает ему все, что творит сам, и по каждому делу больше стих. Так что вы удивитесь. Аллилуйя. Вы знаете, когда я смотрю вот на это, Иисус смотрит на отца, на его дело. И делает так же это дело. Иисус смотрит на произведение, чем занимается Бог, и творит такие же дела. И вы увидите, что больше. Евангелие от Иоанна 5, 36. Та же глава, только 36 стих. Сиё имею свидетельство. 36 стих больше Иоаннова. Ибо дела, которые отец дал мне совершить... Послушайте, вот здесь очень важно. Ибо дела, которые отец дал мне совершить. Отец дал дело совершить. Скажи со мной, дал дело. Отец дал дело совершить. Ибо отец дал дело совершить. Самые си дела мною творимы, свидетельствуют о мне, что отец спасал меня. Как можно узнать, что ты с Богом? Ты выполняешь дело, которое Бог дал тебе сделать. Выполняешь его работу, выполняешь его повеление, его поручения. Аллилуйя. Евангелие Таана 10 глава. Я просто смотрю на эти все Евангелие Таана 10 глава 25 стих. Иисус отвечал им. Я вам, я сказал вам, не верите. Дела, которые творю во имя Отца, они свидетельствуют обо мне. То, что я делаю, говорит о том, что это свидетельство обо мне. Евангелие Таана 9 глава 4 стих. Евангелие Таана 9 глава 4 стих. Ибо мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, пока есть время. Я должен делать дела пославшего. Переходит ночь, когда никто не может делать. Евангелие Таана 10 глава 37 стих. 10 37. И ниже читать будем. Если я, говорит Иисус Христос, не творю дел Отца, не верьте мне. Если я не делаю дела, не верьте мне. Сегодня много болтунов, делателей малом. Иисус говорит, молите Господина, чтобы выслал делателей, болтунов, валом, всяких проповедников, богословов и всех остальных балом. Делателей мало. Если я не делаю дел Отца моего, не верьте мне. Иисус говорит, не верьте мне, если не верьте дел. 38 стих. А если я творю, то когда не верьте мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, я в нем. Аллилуйя. Потрясающе. Смотрим дальше. Вот мы смотрим на то, что Иисус делает большое дело. Он трудится, он говорит, воля, все, что Бог заповедовал, дела. Многие относятся к делам, никто не может оправдаться делами. Очень хорошие слова, потрясающие слова, потрясающие слова, не только благодать. Даром мы спасены. Но это не сказано, что мы должны прекратить творить дела Божие. Многие люди думают, это как инстинкт, так, не от дел, чтобы никто не хвалился, поэтому делать дела не будем вообще. Нет, 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 Делами не оправдывается, это факт. Делами мы не оправдаемся. Но когда мы с вами говорим о дело не дел, Иисус нам дал дело, и Он заповедовал нам творить дела. Когда Иисус показывает, Он говорит, ну, давайте посмотрим Евангелие Таана 14 главу. Вообще Иоанн много про это говорит. Евангелие Таана 14 глава. И я буду с 10 стиха читать. Евангелие Таана 14. Здесь написано так. Разве не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю я себя. Отец, пребывающий во мне, творит дела. Верьте мне, что я отец и отец во мне, а если не так, то верьте мне по самым делам. Послушайте, мы подходим вот к этому мыслю. Отец, пребывающий во мне, творит дела. Если внутри тебя есть Отец, если внутри тебя есть любовь Божия, если внутри тебя Господь живет, тогда Он творит дела через твою жизнь. Сам Иисус Христос показал пример. Я делаю дела, которые Бог предназначил мне исполнять. Мы будем с вами про это говорить дальше и будем говорить о ваших добрых делах, но это будет послезавтра. У нас каждый день прямой эфир, кроме субботы и понедельника. А сейчас я хочу сказать благословение вам. Мы увидели, что Иисус Христос делает большое дело. Он трудится. Велики дела твои Господи, дивны и чудны. Давайте прославим Его имя. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Я говорю благословение над вами. Я благословляю вас во имя Иисуса Христа. Я говорю благословение над вашими жизнями, над вашими семьями. Да наполнит вас Господь, да откроет вам Господь ваши глаза и благословляю вас именем Иисуса Христа. Господь да пребудет с вами. Да благословит вас Господь, донаправит вас Господь, да подержит вас Господь, да укрепит вас Господь, да изольет Господь от Духа Своего на вас. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Аллилуя. Аминь. Дорогоценные, наша тема о жизни за Иорданом. Жизнь за Иорданом — это не эльдорадо. Это не вечное веселье. Это не вечный... Жизнь за Иорданом — это течение молока и меда. В 4 утра встал, корой я пошел. Раз, два, раз, два. И у тебя молоко потекло. Ты хочешь много молока? Тогда нужно много делать вот таких вещей. Чем больше вы делаете, тем больше молока течет. Я хочу, чтобы вы жили за Иорданом в благословении. Я хочу, чтобы вы перешли за Иорданом. В пустыне хорошо. Вода бежит из камня. Манна падает с небес. Все классно. В земле обетованной, если по уровню комфортности, так там пахать надо. Реально пахать надо. И поэтому вам не нужно лениться и духоманиться. О, аллилуйя! Сейчас такое поколение духоманов. Будем славить Господа. Ничего делать не надо. Ай-яй-яй. Эй-яй. Ты противоречишь в Слову Божьему. Когда перейдешь в Иордан, будешь слушать и хранить дело, тогда Бог благословит дела рук твоих. Условие одно. Я благословлю дела рук твоих. Я прощаюсь с вами. Я Максим. Максим. У меня последние 30 секунд. Я хочу сказать вам спасибо большое за то, что вы поддерживаете мою работу, мое служение. Я делаю дело. Если вам не видно, то каждый день я здесь нахожусь. Придете вы, не придете. А я каждый день в эфире. Каждый день у нас вещается эфир. Куча людей работает. Поддержите нас вашими десятинами приношениями. И вместе мы сможем сделать очень многое. Вместе можем достигать людей Евангелем. Поддержите, пожалуйста. Пройдите на сайт cnl.tv. И поддержите вашими щедрыми пожертвованиями. Да пребудет с вами Господь благословит. Прощаюсь с вами. Встретимся через пару дней. В воскресенье. Благословение. Всем пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал MaximCNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры подогнал «Симон»